Ученые передовых технологических центров и институтов страны и мира приехали в Хабаровск. Михаил Марченко работает в Новосибирском Академгородке. По приглашению как педагог и ученый трудился в Кембриджском университете, а также в вузах Германии и Италии. Сейчас он представляет один из важнейших для мировой науки проектов. На сегодняшний день самым важным нашим проектом является цифровой двойник сибирского кольцевого источника фотонов. СКИФ, сибирский кольцевой источник фотонов, в настоящее время строится под Новосибирском. Это будет крупнейшая в Сибири, в России и в мире установка, на которой будут производиться эксперименты по просвечиванию материала с помощью синхротронного излучения. Вот создается новый материал. Вот будет ли он прочным? Вот, допустим, новый образец стали. Будет ли она прочная? Что внутри? Например, за последний год это современные дроны для решения задач в области цифрового земледелия. Здесь, на Дальнем Востоке, они активно используются. Наши ученые разрабатывают для этих аппаратов специальные алгоритмы анализа данных. И, безусловно, эти результаты, они конкурентны в мировом масштабе. Один из главных практических вопросов – внедрение науки в жизнь региона. Ученые центры и академгородки должны работать плечом к плечу с администрацией субъектов. Когда-нибудь, когда вам формируют государственные задания, есть ли какие-то запросы именно от организаций научных на предмет исследований по региону? Или это просто сверху спускается? Как раз в Хабаровском крае вот очень тесное взаимодействие власти с наукой, и это вот очень приятно слышать. Я считаю, что научные задачи должны в том числе формулировать сами научные организации. Вот, например, наш институт. Мы находимся в Новосибирске. Я вот считаю, что для нас приоритетными должны быть задачи Сибири и Арктики. На повестке дня и вопрос привлечения в науку молодых кадров. Интерес к ней нужно воспитывать со школьной скамьи. И это начиная еще со школьников, когда они приходят, спрашивают, щупают руками. И через пару лет они приходят к нам, чтобы это делать самим. Не ехать куда-то далеко. И мы говорим, что вот в своем родном крае ты можешь делать то, что не делает никто в мире. Прежде всего университет готовит кадры, в том числе и для науки, в том числе и для экономики, и для промышленности. Поэтому задачи, которые мы решаем, в первую очередь должны быть связаны с подготовкой кадров. Потому что наблюдается отток. И отток, в первую очередь, из IT-сектора. То есть молодые специалисты, они мигрируют, в том числе и на запад России, и в зарубежье. Научно-практическая конференция будет продолжаться три дня. Анастасия Незнанова, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.